Вы смотрите новости о виртуальной регате. Новости о наших зрителей специально для наших зрителей. Здравствуйте! Многим интересно, почему лидеры все еще держатся у берега Бразилии, даже оставив позади остров Фернандо де Нарона. Прямой путь ведет на юго-восток, но все стараются двигаться только на юг. В этом месте находится антициклон Святой Елены, который создает попутный южный ветер. Он очень нестабильный и блокирует прямой путь в Кейптаун. Всем придется обойти его с запада, стараясь попасть в низкий атмосферный фронт неподалеку от пункта де Леста в Уругвайе, перед тем как на полной скорости пересечь Атлантику. Командам необходимо как можно лучше выполнить левый поворот, потому что от него многое зависит, он повлияет на исход первого этапа. Перед тем как связаться по скайпу с одним из самых сильных игроков, я хочу заставить вас поволноваться еще сильнее. Я хочу напомнить, что победитель этапа в Кейптауне присоединится ко мне в январе, и мы вместе увидим старт третьего этапа в Абу-Даби. Неплохо, правда? Мне кажется, не все понимают специфику перехода на юг. Антициклон переходит с одной стороны на другую. Нам предстоит проделать долгий путь. Я думаю, через несколько дней, дня через три мы узнаем, кто выиграет в первом этапе.